Халё-халё! Привет всем, кто изучает немецкий язык! Привет всем моим подписчикам, всем друзьям моего канала! Сегодня, в канун Рождества, Нового года, мне очень захотелось вам рассказать всё, что будет связано с датой, число, которое будет определять год. Есть много нюансов различных тонкостей, поэтому сегодня в этом видео мы с вами как раз и остановимся на всех этих тонкостях немецкого языка. Досмотрите до конца, чтобы правильно использовать цифры, связанные с года. Если сегодня говорить про цифры, то, в принципе, можно их разделить на несколько категорий. Это те, которые состоят из одного, единички, да, von eins bis neun. Дальше, следующий интервал, это когда у нас двухзначное число, десяточки приходят, это от 10 до 99, грубо говоря, von zehn bis neun und nonsich. Потом идут сотни, а это hundert. Слово hundert с большой буквы, не забывайте его писать, если это 200, то есть как бы две сотни, это будет zwei hundert. И потом приходят четырехзначные цифры, и это уже тысячи. Tausend. С большой буквы тысяча будет tausend. Есть две категории, которые применяются в самих цифрах, в их прочтении, как мы их правильно должны называть. Если это четырехзначное число, которое определяет стоимость товара, или у кого-то зарплата 2547 евро, например, да, тогда мы так и говорим, zwei tausend, и дальше называем сумму. Или, допустим, коммунальные у кого-то аренда квартиры, die mitte kostet ein tausend zwei hundert neuncein euro. То есть, как обычно, четырехзначное число мы будем всегда читать по порядку, называя вот эквивалент каждого его значения. Начинаем, конечно, сколько-то тысяч, потом сотен, ну и потом, может быть, число может быть крестиком. Про цифры я уже отдельно подробно снимала отдельное видео. Тот, кто хочет повторить, можете сейчас нажать сюда, на ссылочку, и потом вспомнить, как мы правильно произносим цифры. Но мы сегодня говорим о цифрах, которые будут иметь контекст взаимодействия, вот связь его именно, ассоциацию с годом. И здесь achtung, achtung. И теперь мы будем цифру, которая состоит из четырех компонентов, делить как бы на две части. Если это 1980 год, да, например, тогда мы будем как бы называть neuncein hundert, и сюда вставлять слово hundert, achtsish. И вторую часть, два компонента называем отдельно. То есть мы как бы режем. В английском, в принципе, тоже. Там тоже nineteen, eighteen, да, например. Только они не добавляют слово hundert, как бы девятнадцатое столетие, восемнадцать сотен. Это первая особенность. Так называется год, который был до 2000 года. То есть любое-любое число. Например, в 1886 году был сконструирован первый автомобиль Карлом Бенцом. И число 1886 будет как бы в немецком при его озвучивании делиться на две части. Ахтzeин hundert, секс und achtsi. Это первая особенность. Дальше второй момент. То, что все года, которые приблизились к круглой отметке 2000 года, когда перешагнуло уже в следующее тысячелетие, и это значение, эта цифра, этот год вообще был очень знаменательный, и он получил особое название, миллениум, ну, как бы вот обнуление вот этого всего. И для нас, для всех тех, кто изучает немецкий язык, это стало важной особенностью, потому что с 2000 года теперь мы не делим цифру на две части, а теперь мы будем просто называть zweitausend, ну, и какой-то там год. Например, сейчас у нас zweitausend einundzwanzig. Возможно, когда будет 2253 там какой-то, или следующий год, тогда опять вернуться к делению года на две части. Но есть еще нюанс, который я очень часто слышу от своих учеников, от студентов, которые допускают ошибку. А именно, когда мы говорим, используя число, хочется в русском языке его сделать порядковым, да, то есть вот в каком-то году, вот сейчас какой-то год, обычно всегда порядковое число в немецком языке имеет такую особенность, и мы после него ставим точечку. То есть если это 25-й, это не каляка-маляка в конце стоит точечка, а именно показывает, что это не 25 декабрь, а 25 декабря. Месяц, если это 5-й, 12-й месяц, 1-й, то же самое, после цифры всегда вы увидите точечку, а также тоже ставьте ее, и тогда мы не будем говорить, что у меня день рождения, 31 январь, да, или 31 январь. Тридцать первого, точечка после цифры, айнундрайтсикстен, эрстен, да, то есть получается вот эта точечка, она всегда имеет вот такой суффикс ten. Но год, который мы также в русском языке хотим всегда сделать, как бы какой год, никогда не будет после себя иметь точечку, ну и, соответственно, в произношении в устном, вот этот суффикс ten или sten. Ахтунг, да, то есть обязательно помните о том, что это в русском языке у нас какой-то год по порядку. В немецком мы просто называем цифру, и мы поняли, что до 2000 года на две части ее как бы режем, делим, и потом начинаем использовать слово tausend. Это была третья особенность. Четвертая особенность, которая будет относиться к нашей сегодняшней теме, а это именно к цифре, к году, это то, что у нас есть выражение в русском языке, мы говорим, в 1971 году что-то произошло, да, то есть у нас есть набор трех компонентов. Предлог в, потом цифра и году, ну и потом уже что-то само действие, которое мы описываем. В каком-то году кто-то родился. Ахтунг, ахтунг, потому что это выражение в русском языке ничего не будет иметь общего. И не пытайтесь просто перевернуть вот так набор слов вроде бы в это им. Ни в коем случае это очень большая грубая ошибка. И пусть будет выражение в 2020 году была пандемия. В этом году вот три компонента, да, мы сейчас по-немецки не будем передавать такой моделью, а есть два других аналога. Самое распространенное в немецком языке, это мы просто берем саму цифру, то есть 2020 и глагол. И что произошло? Ва пандемии, была пандемия. Ну, в принципе, она продолжается, но именно ее всплеск, вспышка, то, что весь мир охватило в этом году. Еще раз, еще раз. В таком-то году это по-русски, по-немецки берите, пожалуйста, просто одну цифру самого года. И потом, естественно, на второе место ставьте всегда глагол. 1983 wurde, что-то там gebaut, было построено. Видите, просто цифра, она стоит на первом месте, как правило, а переводим ее в вот таком-то году. Не ставьте перед цифрой никаких предлогов, не берите никаких там других аналогов, которые хотелось бы вот просто перевернуть и думать, что это правильно по-немецки. Nein, но nicht kein. Achtung, да? И тут же есть второй вариант, вот именно аналога русского в таком-то году, когда мы можем просто сказать im jahr 2020, да, то есть как бы совершенно по-другому мы это все скомпоновали, в году таком-то, но чувствуйте, по-русски, конечно, это не очень красиво, мы так не говорим. Вот точно так же не говорят немцы в каком-то году, как нам бы хотелось нашим красивым, правильным, чистым русским. Итак, запомните эти две особенности. Ни в коем случае не ставьте перед цифрой никаких предлогов и не берите никакой яр. Это мы переводим по-русски. Следующее, на что мы также обязательно должны обратить внимание, используя год, это выражение по-русски, когда мы говорим три года назад, пять лет назад, да, вот как бы назад, уже действие произошло, состоялось, но, опять-таки, будет совсем другая композиция в немецком языке. И для этого нам понадобится предлог for. С этим for мы уже миллион раз с вами сталкивались. For что-то вот перед, как наше было for-name, nach-name, да, то есть что-то стоит перед, потом после. Vor der Arbeit geht zum Sport. Перед работой, nach der Arbeit после. Перед завтраком, после, да, то есть вот этот for даже в стрелочках в часах пять минут до или десять минут после. И теперь три года назад, это опять все, что нам хочется в русском языке сказать, вот отодвинуть действие уже в прошлое. По-немецки такой аналог будет с предлогом for, вы уже поняли. Vor drei Jahren habe ich в Spanisch gelernt, то есть переводим три года назад. Так же можно не только с годом, с любым временным интервалом, пять часов назад, ой, пять минут назад что-то произошло. For fünf Minuten, а переводим пять минут назад. И последнее правило, которое сегодня тоже вам нужно обязательно запомнить, выписать ваш блокнотик, тоже очень противоречивый, он не состыковывается с русским, как бы, да, вот таким аналогом. Когда мы говорим, вот уже три года что-то происходит, а он уже пять лет что-то делает, вот это уже и период времени. По-немецки будет всегда использоваться, применяться при помощи предлога seit. Это тоже предлог дать его, он временной, вот как бы temporal, опять-таки время, часы, минуты, месяцы, года, если у кого-то более длительное что-то происходит. То есть действие началось в прошлом, и оно еще продолжается. seit drei jahre lerne ich spanish, то есть уже как три года я учу испанский. Или попробуйте перевести, seit 2002 wurde die Euro in mehr Staaten Europas als Währung eingeführt. В 2002 году была ein Führer введена новая валюта Währung Euro во многие государства Европы. Seit 2002 то есть с тех пор, как она была внедрена, введена ein Führer, ein Geführer, это, кстати, пассив. Тот, кто хочет про пассив больше узнать, поставьте плюс, я сниму отдельное видео, тем, кому нужна программа А2 и хочет разложить по полочкам также эту большую огромную тему, я с удовольствием помогу. И возвращаемся к нашему примеру, то есть с тех пор, как seit wann wurde Euro als Währung eingeführt. С каких пор? Seit 2002 то есть вот с тех пор уже как с этого времени. Да, вот можно переводить по-разному, но по-немецки вот только seit wann с каких пор? Seit gestern, seit drei Stunden, seit 2002. На этом все, я думаю, вам поможет разобраться теперь все, что будет связано с годом, ну и желаю вам приятного обучения, исполнения ваших желаний, всех задуманных целей, пусть у всех будет alles guter. Tschüss, auf Wiedersehen!